На мазут и уголь вместе с остальными перешла и городская школа номер 5 имени Бекмамата Усмонова. Все необходимые мероприятия по переходу на новый вид топлива уже завершены. До этого школу отапливали с помощью электричества и газа. Мы переделали котлы, теперь они работают на мазуте. Надеемся, что в помещениях будет тепло. Конечно, будем стараться экономить энергию. В пунктах продажи угля цены контролируются. Со специальным решением правительства введен 90-дневный контроль за стоимостью топлива. Ведь некоторые начинают готовиться к зиме, как только наступают сильные холода. Да и перекупщики могут взвинтить цены. Мы продаем качественный уголь. Многие смотрят в первую очередь на качество. Приходят и те, кто просит подешевле. Есть и инвалиды, и неимущие. Мы стараемся учитывать это и продавать подешевле. В области около 120 пунктов по продаже угля. Цена за тонну варьируется от 3800 до 5000 сомов. Областные власти раздают бесплатный уголь неимущим семьям, инвалидам, престарелым. Мы сейчас заняты тем, что переводим котлы на другие виды топлива, уголь и мазут. В городе уже переориентированы 8 котельных. В Малису 2 котла-агрегата. Нужно экономить газ и за счет этого экономить и электричество. По данным областных властей, учреждения здравоохранения обеспечены топливом на 100%, школы, детсады и университеты на 98%, а население запаслось углем на 88%. Ханат Канеметов, Нурказаб Драхманов, Общественный Первый канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok